Ориентировка. Имя Герман Андерс. Да, это он. Рост 1,85 метра. Да, похоже он. Волосы темно-русые, глаза голубые. Особые приметы на левой стороне шеи, бросающийся в глаза шрам. Длина около 4 сантиметров. Тянется вот так. Наш план раскрыт! 1,85 метра, темно-русые, голубые глаза, приятная внешность. 4-сантиметровый шрам на шее, который нельзя спрятать. Наше счастье, что его не скрыть! Субтитры создавал DimaTorzok Фронт без пощады. Фильмы снимались... Фильм, телевидение ГДР. Режиссер-постоносчик Руди Курц. 12 серия. План смерти для шахты. Германский милитаризм и нацизм искореняются. Союзники договорятся о том, чтобы не в настоящем, не в будущем времени не дать Германии любой ценой больше такой возможности угрожать своим соседям и мирной жизни на планете. Нюрнбергские приговоры. Постдамские соглашения. Все это лишь пыль в глаза другим. Подачка для народных масс, чтобы заткнуть им рот. Нужно же было что-то предпринять, чтобы театр нашел свой логический конец. Шеф Гестапо ЕСД, обергруппенфюрер СС Хальтер Бруннер, был приговорен интернациональным военным трибуналом к смерти. Также к смерти был приговорен начальник третьего управления РСХА, СС-группенфюрер О. Толлендорф. Приговоры были приведены в исполнение. А это уже совсем не пыль в глазах. Это факты. Неумолимая и злая действительность. Начальник внешней разведки и службы безопасности группенфюрера РСХЛенберг был приговорен за принадлежность к преступной организации из-за преступлений против человечности американским военным трибуналом к шести годам тюрьмы. Не разрешат ли товарищи мне... Да, пожалуйста. Спасибо. Почему всего-то шесть лет? Что? Почему Шелленбергу дали только шесть лет, а других повесили? Шелленберг подстраховался. Еще во время войны. Вы имеете в виду то предложение, в котором они предлагали покончить с Западным фронтом и вместе воевать дальше против русских? Например. А кроме того, об этом мечтали и Гиммлер с генералами. Менге, сами подумайте. Мы же работали в шестом управлении под началом Шелленберга. Они же не могут, так сказать, пожалеть шефа, а нас, подчиненных, держать здесь годами? Или вообще организовать для каждого из нас судебный процесс? Продолжение следует... Понимаете? Может и так. Надо ли нам бояться, Менге? Мы же тоже кое-чем располагаем. Но пока мы им не нужны, они будут гноить нас здесь. А мы, похоже, скоро им понадобимся. Здесь война прошла мимо. Ничего не пострадало. Нет, здесь война была уже в 20-х. Кровавые беспорядки, рабочие восстания, вооруженные стычки. Рабочие воевали с армией. Я в первый раз в Рудных горах. Думал, останусь теперь на родине. Лишние руки нужны, головы. Я попал вот опять в Германию. В одну из частей Германии. А что там с твоей группой? Группы больше нет. Хайнер погиб, Мартина убили гестаповцы. Аня умерла от голода в концлагере, Пабло погиб под Берлином. А Лидия и Герман? Они в Берлине помогали организовывать службу безопасности. Но прося руководство Берлинин отправить их к нам. Разное происходит. Тут и не только тут. Американская тюрьма для немецких военнопленных. Военнопленный Галктурунфюрер Менге. Да, сэр. Военнопленный Бригаденфюрер Масс. Да, сэр. Вы свободны. Ну, почти. Здесь документы об освобождении и соответствующие справки. Вы полетаете сегодня же военно-транспортным самолетом в Берлин. Вот адрес, куда вы должны прибыть завтра днем. В 15.00. Галктурунфюрер Менге Бригаденфюрер Масс. Могу поинтересоваться без комментариев. Бригаденфюрер Месс Бригаденфюрер Масс- Но это же моя вилла? Да, нам по этому адресу. Да, нам по этому адресу. Играет музыка. 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 Англии? Это ненадолго. Становлюсь опять немцем, чтобы работать дальше в германском учреждении, но в очень близком сотрудничестве с нашими американскими партнерами. Я даже боюсь предположить, что не стоит, господин Маас, этого делать. У нас на ваш счет уже все продумано. Ваше не просто так освободили, в то время как ваши сограждане убирают развалины на улицах. Вам придется отработать свободу и выданные документы. Будете жить в этом доме? В ваших бывших комнатах? Нет. Их я оставил за собой. Я не лишен сентиментальности. Вы будете жить на чердаке, в комнате для горничной. Но вы сможете выслужиться, так сказать, сверху вниз. И ваша жена будет жить с вами. Что с ней? Где она? Что неизвестно, герр... мистер Розенфельд. 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 Ваша супруга сама предложила. Да. А господин Розенфельд не отказал мне в этом. Чай подайте в саду, пожалуйста. Как прикажете. А господину Менген накройте внизу, на кухне. Сегодня вечером вы сможете выразить радость по поводу кончинной разлуки с вашей женой. А пока сходите, переоденьтесь. Ваши вещи наверху. Тише да благодать. Как будто ничего и не было. Это только так кажется. Там все еще кишит, как в муравейнике. Над землей и под землей. Наши бывшие союзнички превратили послевоенное время в новую угрозу войны. Они хотят нас шантажировать политическими и военными методами. Желают осушить социализм или, как они выражаются, обезвредить его. Хотят загнать его обратно к истокам и уничтожить. Аминь. Пойдем, Альберт Карлович. Заглянишь со мной в будущее. Нравится ли мне ваш нос или вам мой, мы не собираемся устраивать по этому поводу дебаты. Даже в обоюдной симпатии нет необходимости. Но от этого ничего не зависит. Знания вашего характера и вашего прошлого мне вполне достаточно, чтобы категорически отказаться проводить с вами время за чаем на берегу озера Ван. Мне это важно. Приходится руководствоваться высокой целью и так далее. Но вам же это все известно. У вас есть планы, мистер Розенфельд, в которых я должен сыграть роль. И это довольно серьезная роль, иначе вы не стали бы с такой стойкостью переносить вашу антипатию к моей личности. От вас пахнет? Даже воняет средством от моли. Пардон. Костюм очень долго провисел в шкафу. Конечно, я понимаю. Вы же с 1933 года носили форму войск СС. Генерал Виллен Донован из американской разведки создал из уже имеющихся сил европейский отдел ЦРУ. Дабы усилить и усовершенствовать свои силы, он скупил фактически за копейки всех, кто остался после банкротства Гиммлера, Кальтенбрунера, Шелленберга и Канариса. Одной из наиболее любопытных покупок на этой послевоенной распродаже стал бывший генерал Рейнхард Геллен. Он вам знаком? Конечно, знаком. Начальник отдела иностранной армии Востока Верховного командования сухопутных войск до определенного узкого круга людей дошла информация о том, что он ведет переговоры с американцами для того, чтобы создать новую разведывательную службу. Все верно, и при помощи специалистов. Со своей стороны Геллен внес определенную лепту в этот любовный роман с нашими заокеанскими друзьями. Это были обширные документальные архивы, контакты и связи в восточных и юго-восточных регионах. Назовем это преданным. Теперь же вы желаете купить мои знания, дабы подчерпать из них пользу. Плату вы уже получили. Свобода и хлеб. Американцы владеют бомбой. Такая интересная монополия. Это как Роял Флэш в покере. Они могут остальному миру навязывать в будущем условия туго затянутого ремешка. Они были бы дураками, если бы не сделали этого. А Сталин выставил бы себя дураком, давая делать им это без помех. Ему только остается попытка нагнать их. И она вылетит ему в копеечку. Самое главное, ему потребуется на это время мы предполагаем от 8 до 10 лет, и до этого времени все проблемы этого мира должны быть регулированы согласно американской точки зрения. Розенфельд. Здесь все держат под секретом. Даже сильнее, чем наше время. Извините. Трумэм грозит бомбы, как зевс молнией. Это все уничтожающее оружие дает нам возможность заставлять русских на каждой важной конференции плясать казачок под нашу дудку. Так ставят печать на этот мир. Такая доктрина. дает мне огня. КОНЕЦ Ваше мнение, была необходимость бросать бомбу на Хиросиму и Нагасаки? Не будь лупцом, а свайна была уже выиграна и пушки разделаны по дарях. Это была угроза, знак. Погибло 70 тысяч японцев, но и под этим подразумевались русские. И? Это принесло пользу. Это дало нам время и необходимое уважение. Теперь другие должны ковылять за нами и пытаться нас нагнать. Пока они поставят на ноги первые жалкие опыты в лабораторных условиях, мы так зажмем их в страну между Западной Европой и Азией, Северным полюсом и Ближним Востоком, таким жутким ошейникам в тысячи атомных бомб. И вместо того, чтобы уничтожать вооружение, им придется сдавать его и все время обновлять. Спиральная лесенка, по которой мы будем все время гнать их за собой. Спираль, скорость поворота которой будем определять только мы. Вот так мы их и загоним в гроб, заставим передохнуть от перевооружения. Социализм, который не в состоянии дать людям ничего, противоречит самому себе и таким образом с нашей посильной помощью в один прекрасный день. Рухнет. А на какой стадии сейчас русские? Точной информации нет. Последнее, что нам известно из официальных источников, а именно из одного номера газеты «Известия» с 40-го года, двое молодых русских ученых открыли спонтанное отделение урана, за что и были награждены государственной премией. 40-й год — это очень давно. Американцы затратили гигантские временные и людские ресурсы для того, чтобы создать бомбу. Из-за войны и связанных с ней лишений, которые оставили от них рожки до ножки, русские не в состоянии пойти на такие затраты, и значит, что они пока безрезультатно опекуются и на кейсы. Правительство США желает оставить лидерство в этом вопросе за собой, чтобы давить на русских и дальше. Но это же не может продолжаться вечно. Все, что служит затягиванием их успеха, служит нам для успешного балансирования. Вы уже разговариваете со мной как союзником. Рано или поздно вы им станете, даже если это будет противоречить моим желаниям. Значит, я не просто так получаю от вас посвящение в союзники. Какое место предписано мне в этой гонке? Я почти бы сказал, между зайцем и ежом, или лучше между песцом Аляски и волком Сибири. На этот раз речь пойдет не о нефти Кавказа, а об уране. Именно он нужен для того, чтобы создать бомбу. Кроме больших залежей урана в азиатской части России, есть еще залежи в восточной зоне Германии. Русские перерыли уже половину рудных гор. Жителям региона не по душе, что создает для нас благоприятную пульсу. Несмотря ни на что, они с каждым днем добывают все больше руды. С помощью давления на людей и лозунгов, а также заманивания хорошей зарплаты, они стахановскими методами заставляют добывать руду плечом к плечу товарищей из Восточной Германии, Донбасса и Карагандинского угольного бассейна для своих атомных станций. А что можно предпринять против? Немцы в восточной зоне не закрывают на это глаза. К сожалению, они с помощью русских создали сеть безопасности, в которую уже угодили несколько наших лучших людей. Мы, вы, МАСС и я, привыкли вести войну там, где не ведут или больше не ведут боевых действий. Вне рамок военных правил, без каких-либо конвенций. На фронте, который не знает пощады. Вот этот невзрачный камень ценнее. Чем золото. В нем запрятана огромная энергия. Уран добывают в горах, а он, в свою очередь, может горы двигать. Он в состоянии открыть ворота в новую эру. Принести пользу людям или погубить человечество. Полезные ископаемые, которые используют или для бомбы, или для атомных электростанций. А человечество стоит у развилки и должно принять решение в пользу техники жизни или техники смерти. Огонь Примитеи или проклятие Хиросимы. Товарищ полковник! Телефону, пожалуйста. Быстро. Сейчас приду, Алеша. Очень важно. Где? Там, на перекрестке. Пошли. Да! Да! Понимаю. Точно? Ага. Откуда? Да. Все. Все. В озере Ван опять стали рыбачить. Почему американцы тогда не сбросили бомбу на Германию? У них была такая мотивация, дорогой мой. Их обуревало это желание. В конце 1944 года, когда наступление в Арденах создало довольно опасную ситуацию для армии Эйзенхауэра, они просто дышали этой идеей. Но русские оказались шустрее и взяли Берлин раньше, чем работа над бомбой была окончена. Поэтому она упала на Японию и заложила начало того, что мы имеем сегодня. Холодная война, которая грозит стать горячей. Мы лелеяли обманчивые надежды и поэтому потеряли время. А наши бывшие союзнички создают кризис за кризисом, грозя каждый раз ядерной дубинкой. Такова дипломатия Уолл-стрит. Против этого поможет только мощный кулак в лагере мира. Сильная экономика и непобедимая армия. Клёг офф! Клёг офф! Это доктор Хунгер. А это товарищ из Берлина, господин старший Штейгер. Вы к нам насовсем? Нет, немного осмотреться. Доктор, вы видели нашу Соню? Да, только что видел. Она с счетчиком Гейгера проверяет радиоактивность в 12-м отсеке. В 12-м? Вам вот сюда, потом по путям налево и до 9-го перекрестка. А там все время держитесь правее. Клёг офф! Клёг офф, Орберштейгер! Настоящий знаток дела. Хорошо говорит по-русски. Выучил, когда был в плену. Стал еще в Донецком бассейне заслуженным работником. Осмотрителен и надежен. Клёг офф, Орберштейгер! Клёг офф, Орберштейгер! Клёг офф, Орберштейгер! Клёг офф, Орберштейгер! Продолжение следует... Продолжение следует... Не вернулся. Погиб на Одере. Сколько ей лет? Мало же меня в два раза. В 25 уже вдова. Дети? Один. Он в интернате. Мать пока нужна здесь. Стоп! Стоп! Прекратить работу! Если сказала здесь, где стоит отметка, то это значит только здесь. Отметка для вас, а не для того, чтобы занимать пустое место. Да ладно тебе, девчушка, мы все сделаем. Неладно. И я вам не девчушка, ясно? Я женщина и инженер. Понятно? Мужлан. И будьте добры работать, как я вам указываю, и с таким же устердием, как и для инженера немца. Все понятно, госпожа инженер. Будет исполнено. А что если мы ей назначим Лидию, помощница? Она бы смогла тогда, не называя подозрения, смотреться. Соня! Да? Помощница нужна? Нужна? Конечно, нужна. Кто такая? Откуда? Из наших? Нет. Немка. Если вы думаете. Мне все равно. Особой радости у нее идея не вызвала. Тебе это удивляет? Эту войну проиграли вы и Маас, а не мы. Поэтому и вам в спину подставлять. Но вы же делаете то же самое. Много разу лучше Маас, лучше. Мы начинаем там, где вам не посчастливилось продолжить, и делаем это результативнее, то есть вершим реальность. А долго вы останетесь тут? Если генерал не придумает, тогда дня три-четыре советую вам с Менге не терять заря времени. Безусловно, мисс Розенфельд. Герр. Теперь опять Герр Розенфельд. Герр Мас. А вам было страшно, когда вы лежали под лодкой? Даже очень. Как никогда до и после того случая. Моя жизнь не села тогда на волоске. Ваши же люди были натасканы, как кровожадные псы. А теперь надо их найти, и мы снова нуждаемся в их услугах. Умение гавкать и кусаться по приказу. Так или иначе, но эта лодка спасла мне жизнь. Теперь она годится только на дрова. Я обязательно возьму ее с собой в пулах. Как талисман. Я буду работать на ней веслами в Штарнбергском озере по выходным дням. И мне в голову будут приходить самые лучшие идеи для виллы на озере Бан. Например? Например, что у нас есть задание, за выполнение которого нам платят, и не хватает лишь одной мелочи. Положительного результата. Положительного результата. Чем числитесь? Помощникам взрывника. Седьмой барак. Доложите старшему Штейгеру, доктору Хунгеру. Потерял чего, дружище? Седьмой барак. Седьмой? А, салюты, да? Типа того. Новенький? Откуда родом? Чего спрашиваешь? Из-за дела кадров? Хорошая шутка. Из-за дела кадров. Да ладно тебе. Сложно сказать, откуда я. Надолго угораздило? На два года. Отпустили условно-досрочно. А что так? Ну, срок хватило. Покажи барак и иди, куда шел. Да ладно тебе. Он тут с лозунгом. Увидимся еще, наверное, в пивной там или еще где. Меня Макс зовут. Макс Страутан. Из 12-го. Внимание, внимание. Все новые сотрудники, прибывшие вчера и сегодня, должны обязательно присутствовать сегодня в 19.00 в бараке номер 3, где будет проходить распределение на рабочие места и ознакомление с техникой безопасности. Также просим присутствовать инженеров, техников, горных и старших горных мастеров, минеров и их помощников, а также двух новых врачей. Ядро урана расщепляется на более легкие по весу части, то есть атомные частицы. Во время этого деления ядра возникают нейтроны, которые, в свою очередь, в состоянии расщепить другие ядра урана. Количество образующихся нейтронов возрастает лавинообразно, в результате чего высвобождается невероятно большое количество энергии в очень короткое время. Природный уран является смесью из нескольких изотопов. В этом природном уране невозможно самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. И таким образом, чтобы добыть уран-235, который необходим для атомной бомбы... И для чего нам нужно знать всю эту бурду? Розенфельд посчитал, что нам необходимы эти знания. Существование одного элемента без другого невозможно. Наиболее распространенный минерал урана — это ностуран. Урановая смоляная руда, которая содержит в себе 70-80% окиси урана, что, в свою очередь, объясняет, почему русские так заинтересованы рудными горами. Вы видите, что работа у нас в Визмуте фактически не отличается от работы на других шахтах. А так как вы все имеете опыт работы на других шахтах, то мы можем считать, что к работе вы подготовлены. Руководство нашего предприятия заинтересовано лишь в том, чтобы вы и в дальнейшем расширяли ваш опыт работы, а заодно передавали его другим. С помощью наших советских коллег с Донбасса мы достигнем более высокого технического уровня добычи. Мы также надеемся, что с вашей помощью, новые коллеги, наш коллектив достигнет более высокого уровня продуктивности, а заодно и более высоких условий труда и безопасности. Вот, я и закончил. Желаю всем нам сплоченности в общем труде. Добро пожаловать в наш коллектив. Господин доктор, старший городмастер. Да, слушаю. Очень часто звучал термин урановая смолка. А что это? Это так называемый первичный минерал, который возник в результате подъема глубинных вод, которые оставили на нем активные частицы. А почему у него такое название? Это название он получил благодаря своему цвету. А что он настолько редок в природе, что мы чуть ли не готовы здесь все перекопать? Да, редок. Иначе мы тут не шустрели, как кроты в его поисках. Ага, и русские за ним также. Ну это, не гонялись. Вы хотели, конечно, сказать наши советские друзья? Да, конечно, именно это. Как-никак, это очень ценный минерал. И здесь, в Родных горах, он не редкость. Наверное, здесь его легче добыть, чем в других месторождениях. Это репарации за то, что мы войну проиграли. Но нам от этого тоже польза есть. Нельзя называть это репарациями. Абсолютно верно. Добыча этого минерала здесь создает для нашей страны более выгодные условия, что касается в будущем добычи энергии при помощи атомных электростанций. Мы будем независимы от капиталистического рынка. А это, в свою очередь, усиливает не только Советский Союз, но и союзников. То есть и нас. Господин доктор наук. Да. Я тут спросить. Мужики поговаривают, что на эти камни, или на ящики, в которых эти камни садиться нельзя. А то почему это? Ну, когда ты сидишь, ты же касаешься этим местом. Ну, радиоактивность там не сможешь, ведь... Не беспокойтесь по этому поводу, мой юный друг. Когда вы на нем сидите, то вы, наоборот, заряжаетесь. От этого кровь только бурлит. Это произошло на сказочном мосте. Острове, где солнце и пальмы. Остров потом найти больше не смогли. После взрыва ничего не осталось. Как не бывало. Он испарился. Испарился под действием американской атомной молнии. Были пострадавшие от взрыва. На 270 километров вокруг эпицентра распространилась сильная доза радиации. Один из японских рыбаков, чей корабль находился примерно на этом расстоянии от взрыва, умер вчера от последствий улучшения. Остальные из команды пока борются за жизнь. Весь район на долгое время будет заражен. Этот взрыв был в 25 раз мощнее взрыва в Хиросиме. Мы получили эти кадры по своим каналам. Американцы их засекретили. А вам показали за тем, чтобы вы поняли весь масштаб нашей с вами работы. По сравнению с конечным результатом, мы, конечно, занимаемся мелочами, но, скажу прямо, немаловажными. Кто о нас здесь в курсе дела? Кто нас знает? Кроме меня и Альберта, никто. Никто не в курсе. Фиросимеоныч! Фиросимеоныч, отвечайте! Быстрее отвечайте! Скорее открывайте! Фиросимеоныч, большое несчастье! Катастрофа! Катастрофа! Им мы ничем уже не сможем помочь. Все трое мертвые. Да ладно, ничего страшного. Только мягкие ткани пострадали. А там еще четверых чуть-чуть зацепило. Но тоже ничего серьезного. Офицеры службы охраны забрали их с собой на опрос. Кто, куда, как выглядел и так далее. Сколько людей тут находилось, когда это произошло? 35? 40? Может, чуть больше. Все произошло так быстро, мы даже опомниться не успели. Я был за баром, когда дверь открылась. Они были пьяные, прикричали. И давай полеть из автоматов. Сначала в поляков, а потом и в остальных. Вы послели все до последнего патрона и наутек. А во что они были одеты? Ничего необычного. А в чем они должны были быть? В форме были? В русской форме. В boundary spheres. Взirlсит. Возвращение. 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 КОНЕЦ 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 Завтра ночью, как договаривались, два ночи на перекрёстке. Ясно. О форме? А в чём же ещё? Да-да, я там знать. Дополнительные силы именно так, как я и распорядился. Конец связи. Были ещё два изнасилования и три поджога. Здесь, здесь и тут. Тут никаких сомнений, что это всё организовано и соблюдается определённый план. Да, это часть большого плана. И только начало. Это кольцо, которое постепенно сжимается. А в его центре — визмутское предприятие. Сначала посеять страх и испуг, а потом нанести главный удар. Именно то, что мы и ожидали. Кто там? Людия! Людия, что произошло? Герман пропал. Что значит пропал? Пропал. Был и исчез. Прямо у меня на глазах. Может, несчастный случай, а может... Мы договорились встретиться на шестом уровне. Там более-менее безопасно. Нас никто не должен был видеть вместе. А он подозревал, что там происходят тайные встречи. Это он мне прошептал утром. Это он мне утром шепнул, когда проходил мимо. Шестой уровень — это там, где работы были прекращены? Да. У последнего поворота я должна была его подождать, а он стал красться дальше. Там в конце обрыв, вертикальная шахта. Там раньше ходил подъемный лифт. Запасной путь эвакуации. Да, Герман был в курсе. Там еще остались части лестницы, вмонтированные в стену, чтобы разобрать лифт. И Герман спустился по ней вниз. Один? Когда я заглянула за угол, то его уже не увидела. А потом услышала удар, как будто падение, или даже, не знаю, как описать. Я подкралась к шахте и прислушалась, но ничего больше не услышала. Я продождала там несколько минут, но так ничего не услышала. Она его приглотила. И я побежала сюда. Я еще плохо ориентируюсь в их лабиринте внизу. Звать его я побоялась. Герман запретил это настрого. Если верить плану, то других подходов там нет. Все остальные что-нибудь были замурованы. Не поднимай шум. Да, не стоит. Иначе брать им внимание на то, на что не стоит. Но мы же Герман и там... Ни в коем случае. Кого можем привлечь? По-тихому. Может, этого главного инженера? Доктора науки Хенгера? Да не надо. Придется рассказать ему больше, чем мы можем. Мы следи и пойдем вниз. Не пойдешь. Да, господи, Федор, пойми же, мой друг. Мой самый близкий друг. Герман в опасности. Он пережил войну, пережил друг... Многое, а теперь я должен его бросить. Ты останешься тут, на своем посту. В штабе! Пойти должен тот, кто не обратит на себя внимания. Пойдет Алеша и Соня. Ну, сегодня-то последний. Я тащу сначала все четыре к заваленному проходу. А уже оттуда потащим и дальше. А с этим что делать будем? Скинем в шахту. Я не могу. Ты че? Сможешь. Он уже готовенький. Ломом по башке-то, а? Он даже ничего почувствовать не успел. А теперь там тем более не почувствует. Оттащишь за веревку до обрыва, потолкнешь, и дело сделано. Поднимешься потом по лестнице и догонишь меня у перекрестка. Там мы отпустим ящики в бухту с водой, и никакая свинья их не отыщет. Пусть изучают старые планы сколько им угодно. Этой бухты там не существует. А чего нет? Того не отыскать. Или мне все сделать? Да ладно, справлюсь. Если уж ты говоришь, что он отдал концы, то дело за малым. Когда закончишь, обрушишь все лестницы? Да, да, сделаю. Корректор Каналович. Да. Да. Я разговариваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За что? Вынюхиваешь? Ничего такого я не сделал Ну как ты сюда попал? Случай любопытства занесло Заметил вас пару раз и подумал, что здесь есть чем проживиться Время такое, все может пригодиться Ты что это? Что, например, для обмена что-нибудь там? Загнать? А кто еще знает, что ты тут? Никто? Совсем никто Значит, никто искать не станет Вот теперь можешь орать и кусаться Вряд ли ты из этой дыры выберешься Здесь тебя никто не найдет Сам виноват А если и выберешься, то я тебя запомнил Чтобы близко ко мне не подходил Субтитры сделал DimaTorzok Над русской версией серии работают Перевод Ставар Текст читал Сталк Серия подготовлена в январе 2017 года Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok